Всем привет, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня показываю вам свои парфюмерные покупки и подарки. И поехали! Первым делом хочу официально заявить, если вы увидите меня, не пускайте меня ни в какие парфюмерные косметические магазины. Недавно зашла в Ривгош потратить свои баллы, которые копятся за покупки в Ривгош, и которые можно потратить 7 дней до 7 дней после дня рождения. Несколько тысяч баллов там у меня накопилось, и ушла я вот с таким огромным пакетом из Ривгоша. Естественно, там не только парфюмерия, там в основном косметика. Ривгоше сейчас при покупке Том Форда косметики дарят в подарок миниатюру. У меня здесь миниатюра Том Форд Блэйк Орхит. Это вообще так прикольно, когда такие миниатюрки дарят в подарок. Вот здесь я, кстати, рассказывала про свою коллекцию миниатюр, и вот еще одной миниатюрой моя коллекция пополнилась. Еще я покупала всякой разной ерунды. И, кстати, если вам интересно будет, что же я вообще купила, что это за косметика, которую я купила в Ривгош в каком-то невероятно диком количестве, то пишите мне в комментарии, я сниму видео про свои косметические покупки. А вообще в этом мешке я ищу вот этот парфюм. Моя покупка на Самата Бараонда. Скрываем упаковку. Все мы любим это делать. Скрывать упаковки с парфюмерии. На Самату Бараонда я очень давно себе в коллекцию хотела, долго стояла у полки, выбирала между Бараондой и Нудифлором. В итоге все-таки приобрела Бараонда. Таким образом выглядит флакон, духи, 30 мл. По отзывам просто умопромрачительный парфюм. Там что только не пишут про него. На самом деле люди в большинстве своем отзыве утрируют, потому что парфюм просто обалденный, сладкий, вкусный, я бы сказала. Ну, конечно же, алкогольный. Аромат принадлежит группе Восточный Древесный и выпущен он в 2016 году. В нотах виски, древесные ноты, амбретто, амброксан, роза, мускус. Очень древесный парфюм. Чувствуется здесь сильный солодовый аккорд. Мускусный, цветочный, розовый и теплый пряный. Когда он выветривается, он очень долго держится на коже. И после того, как он выветривается, остается такая сладкая, сладкая, приятная теплота вот этих пряностей. Ну, Дифлором Носомата тоже, кстати, красивый парфюм. Вот, думаю, купить его нет. Эти духи, они очень стойкие. Я их нанесла на руку и целый день их ощущала. Это такие цветы, яркие цветы с кожаным оттенком. Я бы сказала, такие кожаные прямо цветы. Очень интересный кожаный аромат. Если кто-то из вас любит какие-то интересные кожаные ароматы, присмотритесь к Носомату Нуди Флором. Абараонда – это аромат про алкоголь, про виски, про солод, про хмель, но и про теплые пряные аккорды. Также здесь присутствует роза с мускусом. Знаете, такие есть отголоски Монталь Роза Смаск. Совсем чуть-чуть. Такой полунамек. Но, естественно, кричащий аккорд – это солодовый, алкогольный аккорд, но и вот эта сладость добавляет такой интересности этому аромату. Очень красивый осенний парфюм Носомата Браонда. Следующая моя покупка – это Ксержов Ачента Овердос. Это аромат для мужчин и для женщин, и принадлежит он группе цветочные альдегидные. Выпущен в 2019 году. Верхние ноты. Фруктовые ноты, зеленые ноты, альдегиды. Сердце, гипетский жасмин, ландыш, болгарская роза. В базе эвкалипта сосна. Это знаете что? Это очень невероятный какой-то парфюм. Есть серия целая ароматов Квинта Канта, ароматов Тициана Теренса, ароматов Ксержов, как Ксержов Арабапура, да, там Тициана Теренса Кирки, Тициана Теренса Кассиопея. Это все на тему таких фруктов в мускусе. Так же, как и Каджмал Дахап и все такие подобные ароматы. А вот этот аромат, это те же самые фрукты в мускусе, но туда еще насыпали елочных иголок, вот этих сосновой свежести добавили. И это очень красивое сочетание фруктовой корзины, спелых сочных фруктов с такими свежими аккордами сосны и эвкалипта на самом деле. Но этого здесь совсем-совсем чуть-чуть, то есть это не переходит в прям такой свежий зеленый аромат, это именно фруктовый свежий аромат. То есть это такой, можно сказать, даже фужер. И это очень интересный парфюм здесь. Не просто сладость фруктов, ее смешали со свежестью. И это не просто свежесть, ее смешали с фруктовостью. В общем, классный парфюм, а сам флакон это просто какое-то произведение искусства. Это такие штрихи, как будто бы такая кованая золотая ваза. По факту это просто нанесено на стекло, такое красивое-красивое золотое напыление. Просто шедевральный аромат Ксижов Ачента Овердос. А прежде чем я покажу вам следующую свою парфюмерную покупку, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Следующая моя парфюмерная новинка это Кейко Мичери Пассифлора. Это бестселлер марки Кейко Мичери. Группа цветочно-фруктовая, 2013 год. Верхние ноты маракуйя, страстоцвет, тропические фрукты. В сердце личи, манго и зеленые ноты. В базе белый мускус и цветочные ноты. Это тропический, фруктовый, сладкий парфюм. Но это очень такой легкий, разбавленный аромат. Это не такой плотный аромат на тему маракуйя, как например Нициана Терренса, та же самая Кассиопея. Это именно такие кисленькие, свеженькие цветы и кислые, свежие тропические фрукты. И также здесь присутствует такой немножечко алкогольный оттенок манго, как фрукта. В общем коллекция Кейко Мичери моя пополняется. Достаточно хорошая ниша и невысокие цены на эту нишу. Но при этом интересно звучит. Но вот эта Пассифлора, не скажу прям, чтобы я от нее была в восторге. Почему она бестселлер марки, я не знаю. Тот же самый аромат Рейбл Хартс мне понравился намного больше, чем этот. Этот такой легкий, какой-то фруктово-цветочный, веселенький, кисленький, ненавязчивый аромат. А тот именно с такой глубиной. Ну я об этом вам рассказывала вот в этом видео. Но тем не менее, нужно было мне попробовать бестселлер этой марки. Приобрела вслепую. Ну в принципе не разочаровалась, но и в восторге к какому-то дикому не осталось. А теперь поздравьте меня, у меня появился первый флакон Амуаж. Это подарок мне был. Амуаж Кримсон Рокс. Распаковываю при вас. Как всегда мы очень любим чем-то пошуршать. И распаковки я сама люблю. Смотреть что-то новенькое, когда человек получает и распаковывает. Так выглядит флакончик в коробке. Я впервые держу в руках флакон Амуаж. Потому что как-то остальные ароматы этого парфюмерного дома у меня не вызывали желания их получить себе. Но вот этот аромат Кримсон Рокс мне понравился. Новинка 2020 года. Верхние ноты корица и розовый перец. В средних нотах мед и роза. В базе дуб, атласский кедр и ветивер. Это древесный коричный аромат. Сладкий цветочный фужерный землистый. Здесь настолько много корицы и меда. Плюс каких-то специй. Что все это напоминает томфорд табака ваниль. Здесь очень сильный табак я слышу. Хотя он в нотах не заявлен. В общем настроение этого аромата. Это Серж Лютан Ширеги. Это томфорд табака ваниль. Это что-то такое более лучшей для меня версии. Потому что здесь меньше табака. И больше вот этих сладких специй. Корицы, меда. И такой звонкий розовый перец. Возможно вот этот розовый перец. Он так щекочет прямо нос. Такой интересный аромат. Очень хорошо, я думаю, пойдет зимой. Бодрящий. Такой аромат имбирного пряника. Перченого пряника. Несладкого. Все здесь как-то так сбалансировано. И мед. Сладость добавляет. И специи. Розовый перец. Корица также. Все здесь так интересно играет. И по-зимнему, знаете, пить холодными зимними вечерами Глентвейн. И пользоваться вот такими парфюмами. Муаш Кримсон Рокс. Следующая моя парфюмерная новинка. Это Нарцисса Родригес. Маск Нуар Фухё. Это также новинка бренда Нарцисса Родригес. Парфюмер Сони Константс. Выпущен в 2021 году. Верхняя нота слива. В сердце мускус и гелиотроп. А в базе замша. Это мускусный, пудровый, кожаный парфюм. Фруктовый, сладкий и миндальный. Так как Нарцисса Родригес это ниша в люксе, так скажем. Это самый лучший аромат на тему мускуса. Я обязательно себе приобрела эту новинку. Причем мне было лениво абсолютно ехать в магазин ее тестировать. Я ее заказала слепым. Отзывы про этот аромат восторжены. Хотя я какого-то особого восторга от этого аромата не получила. Но аромат хороший, качественный, легкий. Многим понравится. На это и расчет идет. Что красивый такой мускус ненавязчивый, ненапряженный. Красивые такие ноты сливы. То есть такой сладкий фрукт. Ну и модная в нише замша. Да, в базе здесь она абсолютно никак себя не проявляет. И не отталкивает. Никакие кирзовые сапоги не выдает. Красивый аромат. Пополнил мою коллекцию ароматов Narcisse Rodriguez. Обожаю этот люксовый бренд. Хотя звучание абсолютно нишевое у этих парфюмов. Поэтому без такой новинки не смогла обойтись. Narcisse Rodriguez Mask Noir. Еще одна моя новинка. Мой подарок это Nishane 100 Silent Ways. Распаковка. Еще одна. Распаковываем. Подарочки. Всегда интересно и приятно. У меня уже есть Nishane Ani. И мне захотелось еще эти сотни тихих путей. Потому что это очень классный такой спецовый парфюм. В коробках здесь всегда письмо от парфюмерного дома. И вот такой флакон 100 мл версия Духи. Аромат для мужчин и для женщин 2016 года. Верхние ноты Тубероза Персик Мандарин. Сердце Гарденя Коренирис и Жасмин. Базз Ваниль Сандал Витивер. Обожаю эти духи. Он и ванильный. Он и пудровый. Он и белоцветочный. Он и фруктовый. И сладкий. Здесь есть Тубероза. Здесь есть также ирис. Животные и лактонные аккорды. Очень красивый аромат. И зря я вообще наверное покупала они. Потому что в марке Nishane все-таки 100 Silent Ways. Это самый красивый по моему мнению парфюм. Просто хочется унестись в какие-то размышления. Это классный парфюм на осень. Это парфюм и для мужчин и для женщин. Он очень сладкий, терпкий, пряный. При этом здесь много цветов. Много ванили, сандала, витивера. В общем очень-очень классный аромат. И в конце этого видео я вам сравню этот аромат с другим ароматом, который вы мне советовали. И скажу, что вот этот аромат лучше. Поэтому я очень рада, что эти духи теперь есть у меня. Nishane 100 Silent Ways. И еще не поверите, но моя парфюмерная покупка это вот такой набор Фредерик Маль. Здесь 5 миниатюр по 7,5 мл. И моя новинка, так скажем, аромат, с которым я не знакома, это О. Де Магнолия. Вот этот вот маленький ароматик. Хотела попробовать. Также купила. Ну и естественно с остальными ароматами в наборе я была знакома. А вот с этим хотела познакомиться, приобрела набор. Группа аромата цветочная, 2014 год. Парфюмер Карлос Бен Нам. Написано здесь на флакончике. Верхние ноты Бергамот. Сердце Магнолия, Ветивер и Пачули. Бази, Мох, Кедр и Амбра. Я всегда осторожно отношусь к ноте Магнолии, потому что она несколько придушающая. Но это очень красивый аромат, потому что здесь сильный цитрусовый такой свежий аккорд. Так же как и во всей парфюмерии Фредерик Маль здесь есть общая ДНК, потому что я так понимаю, что сырье все-таки одинаковое, ароматы друг на друга почему-то похожи, хотя парфюмеры разные. Классный аромат на тему Магнолии, но прям не так, чтобы я была в восторге, в принципе, как и от всей парфюмерии Фредерик Маль. Но так как эта парфюмерия, это эталон, так скажем, нишевая парфюмерия, все-таки приобрела себе этот набор. И вот такую новинку получила от Магнолия. В принципе, мне аромат понравился. А теперь я хочу рассказать вам про аромат, который вы мне многие советовали. Несколько комментариев у меня было под вот этим видео про мой парфюмерный виш-лист, что Света, присмотрись к аромату Magina Sin The Different Company. Вот у них такой пробник. Здесь такая бумажка в форме вот этого флакончика и пробничек. Естественно, так как мне не один человек написал, что это какой-то невероятный парфюм, я приобрела пробник. И знаете, аромат хороший, аромат сладкий, прям такой сильно сладкий. Здесь и бобы тонко, и гелиотроп. Это добавляет всегда сладости цветочный. Каштан, корица, амбра, сандал. Но я вам скажу такую вещь. Во-первых, это очень придушающий аромат. И во-вторых, он очень похож на многое, прямо на многое. Я сначала не поняла, что же он мне напоминает. То ли какой-то фланкер, black opium, и в Сен-Лоран, то ли флорал шок, то ли неон, то ли что-то такое прям сладкое-сладкое. Также он напомнил абсолютно мне один-в-один Juicy Couture Gold версию. Она такая же сладкая. Также он мне напомнил Zadig Walter This Is Here, потому что это такая же сладкая сладость. Также он мне напомнил Hundred Time Ways Нишане, но Нишане лучше, как по мне. А самый лучший аромат, который больше всего похож на этот аромат, но намного-намного лучше, это Ксержов Dolce Amalfi, потому что здесь есть сладость, и здесь есть такая фруктовость, очень сладкая, очень вкусная. И мой вердикт, аромат хороший, но не уникальный. Просто миллион масса сразу же парфюмов всплыла в моей голове. Я вспомнила что-то похожее в своей коллекции, даже не один флакон. Но победитель похожих ароматов на этот аромат это Dolce Amalfi Ксержов. Просто обожаю его. Самый мой любимый, можно сказать, аромат у Ксержов Ксамаратти. Буду благодарна вам за ваши лайки. Увидимся с вами в комментариях. Пишите мне о своих каких-то парфюмерных покупках. Что-то новенькое для себя, может быть, открыли в мире парфюмерии, как я, что-то постоянно нахожу и открываю. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих и в предыдущих видео, и в комментариях. С вами была Света. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok